В костюмерной театре на Спасской кипит работа. Елена Васильева и Александр Королевский примеряют новые образы. До премьеры два дня, а костюмы еще в работе. Платье для второго акта почти готово, а вот японский халат Александра Королевского уже можно демонстрировать. Мой герой служил на военно-морской базе в Японии, влюбился в гейшу. Естественно, культурные традиции Японии он перенимал. Как лед и пламень. Это про них. Мелисса и Энди неравнодушны друг к другу с начальных классов, но при этом не могут даже находиться в одном помещении. Еще детьми они начали писать друг другу письма. Дорогой Энди, спасибо за подарок, который ты мне подарил. У меня уже много книг в изумрудном городе, но потерявшейся принцессы еще не было. Эпистолярный жанр они практиковали следующие 50 лет. Свои чувства Мелисса и Энди выражали исключительно на бумаге. При этом у каждого своя жизнь и своя семья. Почему два любящих человека не могут просто быть вместе, актеры и режиссер Борис Павлович пытались понять несколько месяцев, пока шли репетиции. Может быть проблема-то как раз в том, что это не обстоятельства жизненные так складываются, а это очень тяжело быть вместе с другим человеком, даже если это любимый человек. В жизни Александру и Елене повезло больше, чем их героям. Они давно поняли, что любят друг друга, в том, что у них счастливая семья, даже не сомневаются. Свои письма любви они трепетно хранят уже много лет. У нас с Леной был период, большой, большой довольно-таки период, когда мы писали очень часто. Ну по два письма в день точно. Вот гастроли были, даже в Белгород помню четко. У нас есть отдельная коробочка, в которой лежат письма. И есть даже письма, которые Саша никогда не читал, потому что я писала в те минуты, когда мне очень хотелось высказаться. Если вам тоже хочется высказаться, ящики будут ждать ваших писем любви еще один день. За неделю нашей акции кировчане написали 168 посланий. За время акции письмо любви пришло и в адрес нашей телекомпании. С днем рождения в стихах нас поздравила Людмила Уроженко. И вот что она пишет. 2009 год БК. Желаю вам вещать всегда и на пролом идти вперед. Для вас пусть будет счастлив этот год. Людмила, спасибо вам большое. Остальные письма тоже найдут своих адресатов. Театр Наспаска и телекомпания 9 канал гарантируют. Итоги акции письма Людвимы подведем уже завтра. Победители пойдут на премьеру в Театре Наспаска 7 марта. Юлия Афанасьева, Александр Суслов, Сергей Слободин. Бюро новостей Дайвича.